Всем привет дорогие друзья! Вы находитесь на канале интернет-магазина Jarvis. Меня зовут Роман и сегодня мы с вами будем распаковывать, смотреть, подключать и настраивать приставку X96 Mini+. На нашем канале вы можете найти много интересных роликов с обзорами приставок. В принципе, если вас заинтересует именно эта версия, ссылку я оставляю на нее ниже в описании, сможете сразу зайти и собственно приобрести себе. Ну, в принципе, чтобы не затягивать, я бы хотел сначала распаковать эту приставку, потом мы с вами ее подключим к монитору, либо же к телевизору и собственно настроим, покажу вам то, что эта приставка может, что она вытягивает, что она не вытягивает, потому что здесь у нас написано 4К. Мы обязательно с вами протестируем и поймем, может ли запускать эта приставка 4К видео. Также проверим, какая здесь скорость и вообще поиграем на этой приставке. Короче, будет интересно, поэтому усаживайтесь поудобнее, приготовьте себе чаечек или кофеечек и приятного вам просмотра. Погнали! Итак, давайте посмотрим на модельку X96 Mini+. Вот таким вот образом выглядит коробочка, достаточно презентабельно. В принципе, мне нравится, как выглядит хороший картон, хорошая печаль, все это дело есть. Здесь у нас написано 4К, с обратной стороны тоже у нас 4К и сегодня мы, собственно, проверим, насколько ли действительно эта приставка может вывести 4К видео. Давайте сейчас распакуем, посмотрим, что же здесь у нас находится. Вот таким вот образом это все выглядит достаточно неплохо. Теперь посмотрим на комплектацию. Значит, здесь у нас приставка, ее посмотрим более подробно. Теперь открываем вот эту картоночку и, пожалуйста, вот все, что у нас здесь есть. Достаточно стандартная комплектация, обычный HDMI кабель хорошего качества. Здесь у нас провод для питания, тоже самый простой, они, в принципе, все друг другу подходят. И пульт управления тоже достаточно простой. Так, теперь, смотрите, у нас есть небольшая вот такая инструкция, в которой показано, где какие разъемы, как это все дело подключается. Но сегодня мы с вами сами это все настроим и, я думаю, у нас никаких проблем с этим не возникнет. Ну, а я вам хочу сказать то, что мы будем пользоваться вот такими специальными пультами. Ссылки, кстати, на эти пульты тоже есть ниже в описании. А лично я буду пользоваться такого образа пультом. Это пульт специальный, он очень удобен для того, чтобы контролировать движение вашей мыши. То есть, здесь встроен датчик и вы можете таким вот образом, как лазерной указкой, указывать, куда вам, собственно, направлять. Но об этом я расскажу более подробно, когда мы будем уже тестировать саму приставку. Ну, а теперь давайте посмотрим на саму приставку и как внешне она выглядит. Вот такая вот красота, посмотрите. Напишите в комментах, нравится ли вам такой дизайн с красненьким. То есть, у нас до этого были все черные, а тут у нас с красненьким. По-моему, достаточно прикольно смотрится. Мне, честно говоря, нравится. Как вам? Пишите ниже в комментариях. Так, теперь, смотрите, у нас здесь указана память. RAM 2 ГБ, ROM 16 ГБ. В принципе, этого достаточно, как показывает практика. Да, это немного, но, как по мне, этого вполне достаточно. Но, особенно, в принципе, вы об этом сегодня узнаете, когда мы будем ее настраивать и подключать. Давайте посмотрим по разъему. Значит, с этой стороны у нас 2 USB и разъем для TF-карты. То есть, microSD-шку. Накидали фильмов, засунули ее и даже если у вас нет интернета, спокойно смотрите. А вот с обратной стороны у нас как раз таки разъем для питания, HDMI, кабель Ethernet. То есть, все по классике. Здесь у нас есть Wi-Fi, поэтому и подключать я буду ее через Wi-Fi и тестировать скорость. Ну, собственно, предлагаю теперь ее подключить к компу, к монитору точнее, и посмотреть, на что способна эта малышка. Поехали! Итак, друзья, прямо перед вами находится подключенная приставка X96 Mini Plus. Я ее подключил. Вот таким вот образом выглядит у нас главный экран. И, собственно, давайте ее начнем немножко тестировать. Так, самое первое, что я хочу вам показать, это пользование вот этим вот пультом. Смотрите, то, о чем я говорю. Здесь, видите, у нас управление курсором. Вот таким вот образом. Смотрите, вы куда курсор направляете? Вот вам вижу, ну, надеюсь, видно его. Куда вы, в общем, направляете пульт, там и оказывается курсор. Направляем мы его на Apps, например. Нажимаем, и у нас запускаются приложения. Мне немножко неудобно, потому что мне приходится выглядывать, но когда вы сидите напротив монитора или телевизора, будет намного удобнее управлять им таким вот образом. Итак, запускаем приложение AIDA64. В общем, все характеристики вы видите прямо сейчас перед вами на экране. Здесь у нас CPU. Можно тоже посмотреть, что же у нас здесь есть. И тут выскакивает потрясающая реклама, как я ее ненавижу. Ну и ладно. Смотрите, собственно, по процессору у нас вот здесь вот все ядра, все это указано. Кто шарит, кто разбирается, пожалуйста, можете ознакомиться. Я не очень в этом плане разбираюсь, поэтому я буду тестировать приставку фактически. Работает она с 4К или не работает? Ну, не только с 4К, вообще мы сейчас ее протестируем на скорость. То есть, понимаете, железо, оно такое, как бы, железо, оно железо, но если оно не оптимизировано, то, как бы, оно и работать быстро не будет. Теперь давайте мы зайдем в Speedtest, пожалуйста, и протестируем то, какая скорость у этой приставки. На что она способна вообще или ни на что она не способна. Здесь у нас, кстати, Wi-Fi соединение. Итак, запустил я программу Speedtest. Давайте теперь нажмем Go и посмотрим, какая же скорость здесь будет. Еще раз хочу напомнить то, что приставка сейчас находится на Wi-Fi соединении. В принципе, если она будет выдавать хотя бы, там, 15 Мбит в секунду, то это будет достаточно неплохо. Но вы просто посмотрите, какая феноменальная здесь скорость идет на загрузку. Офигеть, почти 50. Я видел 50 Мбит в секунду. И это все на Wi-Fi. То есть, на кабеле точно уж будет 100 Мбит. Посмотрите, 49,5 Мбит на загрузку. Это очень много для обычной такой вот приставки. По-моему, действительно крутой результат. Теперь у нас на загрузку идет почти 20. Ну, в принципе, я думаю, 20 Мбит будет. Итак, да, действительно 20 Мбит. Теперь я предлагаю не просто тестом, но прям на практике проверить, действительно ли все эти Мбиты работают. И каким образом мы это сделаем, все достаточно просто. Мы заходим с вами вот сюда на YouTube. И будем проверять уже, как оно работает или не работает. Итак, заходим в YouTube. Находим себе какое-нибудь 4К видео и будем смотреть, запустит оно его, не запустит, как быстро оно его перемотает. В общем, давайте тестировать. Итак, вот смотрите, я нашел видео 4К. Оно идет 2 часа. Тут горы, реки. В общем, все должно быть динамично. Сейчас запустим, посмотрим, будет оно его загружать вообще или нет. Мне вот тоже, честно говоря, это интересно. Итак, пожалуйста, вот 4К видео у нас загрузилось. Вроде как все отлично, все хорошо, все плавно работает. Напишите, как вам картинка, нравится, не нравится. По-моему, все достаточно уверенно. Давайте проверим сейчас качество, потому что я сбоку смотрю, я даже не уверен, тут 4К, не 4К вообще, подтянуло оно его или нет. Сейчас проверим. Так, заходим в More. Вот качество. И давайте смотреть, какое же здесь у нас стоит качество. Вот, смотрите, у нас стоит Full HD, но давайте включим именно 4К. Проверим, как оно будет его запускать, работать и как быстро оно загрузится. Итак, у нас грузится именно видео уже в самом разрешении 4К. У меня запустилось Full HD, видимо, потому что у меня монитор Full HD. Ну и, собственно, приставка на Wi-Fi. Наверное, оно сочло, что лучше всего будет Full HD. Но мы все-таки запустим 4К и проверим, как оно будет вообще работать или не будет. Итак, 4К картинка у нас вроде как загрузилась, но что-то как-то она немножко подвисла, мне так кажется. Ну, как вы видите, загрузка у нас идет, 4К пытается он обдумать, но не совсем у него это дело хорошо получается. Ну, в принципе, окей, хорошо. 4К, ну, я так понимаю, что не получилось у него. Теперь давайте проверим 2К. Получится ли из 2К, мне вот тоже интересно. Хотя, честно говоря, 4К, мне даже самого техники-то 4К у меня нету, чтобы прям смотреть мониторов, я имею в виду телевизоров. Все Full HD, но давайте мы с вами еще проверим сейчас 2К разрешение, будет работать или нет. Итак, вот 1440, это у нас 2К. Нажимаю и запускаю. Ну, в принципе, я думаю, что с 2К справится. По крайней мере, мне бы, честно говоря, хотелось, потому что многие действительно покупают уже мониторы себе 2К, телевизоры 2К. И хотелось бы посмотреть в 2К разрешение. Итак, видос у нас грузится, загружается. И интересно, загрузится или же все-таки нет. Но, в принципе, можно подождать. Можно дать ему шанс. Давайте подождем. Итак, пожалуйста, 2К разрешение. Вот у нас фонтанчик. Все идет без каких-либо проблем. Все вроде как загрузилось. И, честно говоря, все настолько хорошо работает, что у меня немножко есть сомнения, что я сделал все правильно. Возможно, была нажата пауза, и я как бы эту паузу не отжал. Давайте сейчас проверим еще раз. Просто давайте дадим еще шанс этой приставке. Итак, заходим в качество. Просто 2К прям действительно очень хорошо справляется, все работает. Еще раз заходим в 4К, запускаем картинку. Смотрите, когда оно загрузится, там, ну, если картинка будет статично висеть, то это, скорее всего, пауза. Потому что только что было именно так, с 2К. Оно загрузилось и нажало с паузой. Нужно было просто запустить обратно видео. Не знаю, сейчас будет то же самое с 4К или нет. Давайте, в общем, протестируем и посмотрим. Итак, вот у нас, собственно, само 4К загрузилось. У нас загрузочка, видите, в центре экрана у нас есть загрузочка работает. Грузится, что-то пытается. Не знаю, получится у него или нет. Давайте дадим шанс. Посмотрим. Опять же, это все на Wi-Fi. Ну, в принципе, грузится уже намного дольше. Грузится, немножко срабатывает картинка. Потом опять дальше грузится. С 2К такого не было. 2К она немножко погрузилась, подтянулась и дальше уже пошла плавность. 4К, собственно, вы видите, что у нас такое вот слайд-шоу происходит. Хотя, опять же, может быть, сейчас... Вот, смотрите, наверное, сейчас все и запустится. Или нет? Нет. Ну, 4К нет. Не тащит он 4К. Поэтому все, до свидания. 4К здесь не судьба у этой модельки. Но мы можем проверить здесь, допустим, само телевидение. Смотрите. Это приложение с каналами. Если вы покупаете в нашем магазине приставку, вы получаете месяц бесплатного пользования вот этим вот, ну, скажем так, телевизором. То есть, у вас здесь, видите, 7 дней бесплатно, либо 14 дней за гривну. Но у нас вы получите полностью 30 дней бесплатно. Итак, давайте протестим, как это все работает. Запускаем канал. И у нас загружается наше замечательное телевидение. Вот таким вот образом это все работает. Приложуха, которая позволяет вам запускать фильмы с торрента вообще без каких-либо проблем. Бесплатно. Смотрите. Значит, заходим вот сюда в проигрыватель. Потом Addons и Elementum. Вот это само приложение, которое позволяет запускать вообще все возможные фильмы. Заходим в фильмы. Выбираем, например, вот популярные фильмы. То есть, вы видите, что все, в принципе, работает достаточно быстро. Все прекрасно. Вот, например, хочу вот этот фильм. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Сейчас он загрузится. Вот, все загружается на ваших глазах. Я ничего не нажимаю, никакую паузу, ничего не перематываю, ничего не вырезаю. То есть, вот, смотрите, запускаем. И посмотрим, что у нас получится. Так, вот у нас сейчас происходит загрузочка. Не знаю, видно вам в углу или нет. Ну, вот, теперь давайте выберем качество 1080, то есть Full HD. И все. Теперь мы ждем, когда у нас загрузится фильм. Смотрите, как быстро он будет загружаться. Скорость я вам только что показывал. Была 25 Мбит в секунду. Но у меня было 40. Поэтому, вот, собственно, смотрите. Максимальная быстрая скорость. Перед вами все работает, все загружается. И теперь мы запускаем фильм. Вот, все. Фильм пошел в отличном качестве. Все прекрасно. Можно сразу его перемотать на серединку, например. Чтобы у вас вообще никаких подозрений не вызывало. То есть, что все прекрасно работает. Так, сейчас я постараюсь попасть. Вот. Вот, собственно, перемотал. Все, ждем, пока загрузится. И смотрите. Я паузу случайно не нажал. Нет, вроде не нажал. Вот, смотрите. Все, фильм работает. Все прекрасно. Все видно. Все замечательно. Это бесплатная приложуха, которая позволяет вам через торренты пользоваться вообще всеми возможными фильмами. Фильмами, фильмами, играми. То есть, здесь все запускается. Кстати, насчет игр. Итак, вот, пожалуйста. Запустил вам простенькую игру. Скачал с Play Market. И, как вы видите, спокойно можно управлять пультом. Вроде как все работает. Все тащит. Можно будет поиграть. Например, если вам что-то скучно стало или нет. Никакого интересного фильма. Пожалуйста, запустили. И, собственно, можете спокойно играть. Все это делается как обычным пультом, так и вот этим вот пультом. Который с акселерометром. В принципе, если вам интересно, можете поиграть без проблем. Я думаю, потащит, в принципе, простенькие игры с удовольствием. Если вы захотите поиграть в какие-то гонки более серьезные, то, пожалуйста, подключайте себе, например, геймпад и спокойненько играйте. Потому что, когда вы зайдете в Play Market, он вам сам скажет, что для того, чтобы скачать крутую игру, вам нужно будет запустить это все с помощью геймпада. Вот, собственно, вот такая вот приставочка X96 Mini+. Вот такая моделька X96 Mini+. Если вас заинтересовал именно этот вариант, ссылочка на нее есть ниже в описании. Хочу напомнить то, что если вы покупаете у нас, вы получаете, можно сказать, в подарок сервис UTV на один месяц бесплатно. Ну, а потом, соответственно, вы можете оплачивать и смотреть уже любые телевизионные каналы. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите обязательно комментарии, что вы думаете про эту приставку. А еще напишите в комментах, хотели ли бы вы участвовать в конкурсах на такого плана приставки. Если мы поймем, что у нас много желающих, то мы обязательно проведем для вас розыгрыш этой или какой-то другой приставки. Ну, а с вами был канал Джервис и Роман. Всем пока!